Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Как и обещал, я сделал письма бухгалтерам майамским. Письма следующего содержания. Я сейчас зачитаю... Всем письма были одинаковые, зачитаю текст. Добрый день, Элла! Этого бухгалтера зовут Элла. У меня есть вопрос, и в дальнейшем я хотел бы воспользоваться вашими услугами. Мы сейчас покупаем квартиру-студию в Майами за 120 тысяч долларов. Владелец квартиры будет LLC, то есть американская компания, с одним владельцем, иностранным гражданином. Далее будем делать ремонт квартиры этой примерно на 25 тысяч долларов. Потом хотим продать ее за 180 тысяч долларов. Недавно в этом доме была такая сделка, поэтому мы понимаем, что это реально. Заработок наш составит 35 тысяч долларов. По нашим прогнозам это максимум, что можно заработать. Самое главное теперь вопрос. Какой налог мы заплатим, если продадим квартиру в первый год, и какой, если продадим квартиру во второй год? И такой же вопрос. Если наш заработок составит 20 тысяч долларов, это минимум, что мы хотели бы заработать от этой сделки. То есть покупается квартира за 120 тысяч долларов. Дальше делается ремонт. Примерно на 25 тысяч долларов точная смета будет. Я говорю сейчас, конечно, о примерных цифрах. Плюс-минус там 5 тысяч долларов, допустим. Далее мы квартиру продаем либо с наценкой 20 тысяч долларов, либо с наценкой максимально 35 тысяч долларов. Ну, это зависит от того оффера, который нам предложат. Может быть, конечно, мы поставим 35 наценку. Может быть, нам предложат оффер, когда будем ее продавать с 30 наценкой. Мы согласимся, а может быть, не согласимся. Но минимум, который мы хотим заработать, это 20 тысяч долларов. И вот какой налог будет заплачен с этой прибыли. Вот такие вопросы я задаю всем бухгалтерам, которых смогу найти в интернете. Сейчас буду обзванивать даже брокеров, знакомых из Майами, чтобы советовали мне каких-то бухгалтеров. И получим какой-то ответ, точнее, группу ответов. И дальше я уже расскажу, уважаемые зрители, что мне ответят бухгалтера. Ну, и это, наверное, последний момент, который у нас еще не закрыт в вопросе покупки квартиры в Майами. И далее зарабатывание денег с помощью приведения ее в порядок. Хороший ремонт. Я уже говорил, что пока квартира стоит в продаже, мы ее сдаем в эксплуатацию. Сдаем ее в аренду и зарабатываем на этом. То есть, она у нас не простаивает. Не так, что мы ее купили, она стоит, и мы ждем, пока она продастся. Она приносит деньги. То есть, то время только, когда делается ремонт, она простаивает. Ну, мне все говорят, что за два месяца в этой студии ремонт даже со всеми согласованиями запросто сделать. Ну, вот такая концепция бизнеса. Если у вас есть вопросы, пишите мне в Viber, плюс один, 347, 265, 6186. Также, если вы знаете хороших, грамотных бухгалтеров, которые работают во Флориде, с их лицензией флоридской, то тоже напишите мне в Viber. Буду очень рад, если вы мне поможете с контактами. Спасибо. 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 Спасибо.